На самом деле на Большом экономическом совещании, которое было в Сочи, там ясно возникли две концепции. На самом деле их три. Одна концепция Глазева, когда надо забыть об инфляции, надо забыть о неком постоянном раздумьях о государственном бюджете, о том, что необходимо иметь запасы, резервы, ресурсы и так далее. И вкладывать деньги, то есть чисто дирижистская программа, такого государственного дирижистского грубого. Но это Глазевская программа. Есть программа Белоусова, которая тоже с точки зрения Белоусова нужно поменять приоритеты, делать не столь жесткую ставку на экономическую стабильность и на поддержание высокой процентной ставки и так далее. Все, что есть в монетарной теории. И Белоусов считает, что надо больше инвестировать. Есть либералы, такие традиционные либералы. Там тоже есть градации, там самый сильный либерал Чубайс и Кудрин, в меньшей степени либерал Набиуллин и так далее. Но мысль такой, что самое главное – экономическая стабильность. То есть нельзя инвестировать, не подумав. Ну, это вполне логично, потому что любая инвестиция у нас превращается в коррупционную деятельность. Инвестиции в Сочи, понятно, чем они окончились, инвестиции во Владивосток тоже понятно, чем окончились. Так, любая инвестиция у нас приводит к тому, что деньги улетучиваются, исчезают. Система очень коррупсогенная. Если она коррупсогенная, то инвестиции плохо работают. Сначала реформы, потом инвестиции, я думаю. Только таким образом можно что-то сделать. Вот эти две точки зрения, а Путин пока не чувствует, что замедление темпов, которое произошло, придет в ближайшее время к рецессии. Он в этом не уверен. И поэтому он решение откладывает на сентябрь. Вот посмотрим до сентября, что будем делать. Пока вносите предложение, но мы отложим все до сентября. Значит, его основная мысль, чтобы сделать экономический выбор, давайте лучше подождем. И каждая из сторон считает, одна сторона считает, что основная причина, это путинская точка зрения, это экономическая рецессия в странах Европы. А с точки зрения Кудрина, основные причины внутренние. Именно внутренние причины, они вызывают резкое, ну не резкое, а значительное падение темпов роста. И это тоже две разные концепции.